В этом видео вы узнаете все об электромобиле на примере Nissan Leaf. Ой, она что, не жужжит? Она не жужжит! Вот сейчас я буду либо кусать локти, либо радоваться. 133 километра мы едем. Для того, чтобы зарядить автомобиль, нужно его полностью выключить. Здравствуйте, девушка. Хочу поставить автомобиль на зарядку. Суперчардж. Кому интересно, ссылочку в описании. Ну и прощаюсь со своей... Я, кстати, ее назвала Ляля. Нам было очень комфортно эти три дня. Алло, первый пост беспокоит. Тут прибыло два молодых человека, но они как бы не представляются с видеокамерой. Хотели бы встретиться согласно графику Сергея Игоревича и побеседовать. Да, дело в том, что четко понимают, что приемное время сегодня. Хорошо, доброе. Друзья, всем привет. В продолжении предыдущего сюжета держу вас в курсе, что происходит с сотрудниками полиции, которые были зафиксированы на выезде с города Харькова на стационарном посту. Те самые, которые требовали сводить для 5000 гривен. Значит, после выхода этого ролика я, как и обещал, посетил руководителя данных двух героев сюжета. После того, как сюжет вышел на моем YouTube-канале, несколько телеканалов региональных и местных обращались по поводу интервью. Часть из них вы сейчас увидите. Значит, также очень интересна реакция руководства на данных сотрудников. Вы тоже сможете увидеть ее в этом ролике. Забегая вперед, скажу вам, что сотрудники данные все еще, по моей информации, они все еще находятся на службе. То есть, ту информацию, которую мне сообщил руководитель, она, по моему мнению, не совсем достоверна, потому что, благо вам, моим подписчикам, вы находитесь во всех регионах Украины и можете оперативно доносить информацию. Кстати, вам за это огромное спасибо. Приходят мне письма о том, что данные два эквилибриста находятся на стационарном посту в Изюме периодически, там теперь машут палками, и что их туда согнали с глаз долой, сердце вон, пока все это не утихнет. Не очень бы хотелось, чтобы это все утихло. Хочется, чтобы вы помогли в этом, посодействовали, интересовались информацией, звонили в прокуратуру города Харькова, писали информационные запросы. Обязательно под этим видео, либо позже в группах своих, я выложу пример заявления, которое вы можете распечатать и отправить в прокуратуру и в ГОНП в это, для того, чтобы получать от них адекватные и своевременные ответы, что же происходит с этими сотрудниками. Только так, вместе с вами, мы сможем не дать им снова попасть на службу. Если мы об этом все будем забывать, и все будем надеяться на то, что показали и отпустили, как на Discovery, ничего не случится. Поэтому смотрите, что рассказывает руководство, посмотрите пару сюжетов, пишите комментарии. О всех новостях я буду вас информировать, и очень скоро выйдет третья часть, больше информативная по случаю, который произошел на таможне, как сейчас развиваются события там, что Одесская таможня предприняла после моего визита, и что мы собираемся предпринять дальше. Пишите, подписывайтесь, до новых встреч, до новых видео, пока. Полицейские силки, как харьковские копы, в новогодние праздники решили подзаработать, но на их пути встретились активисты. Обо всем подробнее Светлана Шекера. Активист Александр Куницкий демонстрирует видео, которое снял на стационарном посту на выезде из Харькова. Рассказывает сотрудники полиции, 5 января остановили его друга. Выявили у него якобы первичные признаки состояния алкогольного опьянения. Первичные признаки, я напомню, кто не знает, это покраснение глаз, это тремер, то есть вот такие вот вещи. Забирали у него регистрационный документ водительского удостоверения и требуют с него 5000 гривен за непривлечение его к административной ответственности. Александр снимал все происходящее. К полицейским на переговоры идет друг водителя, возвращается с результатом. На 4 с ним договорился. Теперь уже активист отправляется к правоохранителям. Фамилии полицейских, которые требовали деньги, уже известны. Это сотрудники Управления превентивной деятельности, которые в новогодние праздники дежурили на посту в качестве усиления. Разбираться с нарушителями будет прокуратура. Пока ход следствия там не комментируют. Здравствуйте. Добрый день. А мы к вам. Очень хорошо. Пойдемте, вы на прием, да? Да. Пойдемте у нас просто. Смотрите, я, наверное, думаю, вы догадываетесь, по какому поводу вы пришли. Есть у вас мысли взять? Где-то видели меня, да? Где-то видел. Расскажите, пожалуйста, ну вы, наверное, слышали о ситуации, которая с вашими подчиненными произошла? Ну, как сказать, это подчиненные, поскольку они прикомандированы в группы за доручение начальника головного управления для проведения соответствующих детей. Ну, это ваши подчиненные, а не ГОНПР? Ну, да, ставим им завдання, там есть старший за этими группами, и он ставил им завдання. Подскажите, пожалуйста, ну, есть у вас какая-то информация по тому, что произошло, какие-то, может быть, провели вы служебные... Служебное, 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 еще проверки не проводилось, потому что все материалы, ваши заявки зарегистрированы в индустриальном отделе полиции. Я не писал заявление. Ну, ну, цей факт зарегистрованный, приезжала патрульная полиция, выкликали, вот, был выклик, все материалы зарегистрованы, и на теперешний час все материалы надействованы в ЗОП прокуратура для принятия остаточного и законного решения. Хорошо, я по-другому спрошу, данные сотрудники до сих пор выходят на линию и работают? На теперешний час, насколько я знаю, керівництвом головного управления приняты заходы, чтобы они не працювали на линию. Приняты заходы, это им запрещено выходить на линию или им рекомендовано не выходить на линию? На теперешний час они отстранены. Они сейчас отстранены от работы, я правильно понимаю? И по вашему ведомству вы не проводили никаких проверок, вы ждете решения прокуратуры? Да, ну, поймите правильно, человек не может быть наказан два раза. Он либо будет привлечен к уголовной ответственности по решению прокуратуры, в случае, если прокуратура не усмотрит какой-либо уголовной ответственности, то тогда будет уже служебное разбирательство. Мы любые заявления ваши... Хорошо, я могу тогда получить... Да, я доложу об этом факте начальнику главного управления. Да, хорошо, конечно. Если им будет подписан наказ про призначение службового расследования, мы, естественно, параллельно с прокуратурой проведем служебное расследование. И позиция начальника главного управления такова, что каких-либо фактов, либо укрывательств со стороны сотрудников национальной полиции в Харьковской области не будет. Если будет признана вина и будет доказано, значит, минимум это то, что они будут зрелины из органов внутренних справок. А можно ли какое-то подтверждение тех ваших слов, что они действительно отстранены? Потому что у меня есть информация, что они сейчас работают на другом посту. Чтобы не получилось так, что я случайно просто наткнусь на них и окажется, что они не отстранены, и ваше слово было словно. Ну, у меня такого подтверждения нет. То есть это ваша негласная информация, либо это официально? Ну, пока вот то, что я вам могу сказать, это вот так. Это неофициально, я не могу ее подтвердить документально. Сейчас вам. То есть документально их никто не отстранял вообще? Пока нет. Они работают и продолжают работать? Отстранить от выполнения службовых обовязков с певробитником можно лучше с результатами проведения службового расследования. Либо на время проведения служебного расследования. Сейчас, я понимаю, проходит служебная проверка. Служебная проверка прокуратуры. Прокуратура, абсолютно верно. Поэтому я хочу, чтобы вы инициировали свою служебную проверку и отстранили данных сотрудников, если они еще не отстранены. Давайте мы сейчас примем у вас заявление. Я проверю данный факт, потому что вполне возможно, что руководство главного управления поручило проводить данную проверку. Может быть, уже инициировали сотрудниками инспекции по личному составу, то есть другой службой. Может быть, этот факт они уже проводят служебное расследование. Я вам дам свой номер телефончика, пожалуйста, вы можете... Я бы не хотел просто делать это в частном порядке. В чем трудность выяснить, да, они на линии, нет, они не на линии? Я не могу понять. В чем, если вы, руководитель, не пришел к линейному составу, не подъехал к патрульным к вашему на посту и спрашиваю, вот эти два работают или нет. Я пришел к вам официально на прием. Хочу узнать, это не только меня интересует. Очень многих людей интересует. Их руководство хотя бы убрало с линии, или они все продолжают так же работать, как мы показали? Это можно выяснить? Ну, я вам сейчас звонить не буду. Я вам могу дать завтра данный ответ. Также вы видели, ваши сотрудники находятся без надлежащих нагрудных знаков, без шевронов. Как они выходят так на работу? Как они вообще так патрулируют? Уже не говоря о том, что они там творят. Неужели никто не смотрит за их вообще внешним видом? Разводы проводятся, естественно. Разводы проводятся, и я это зафиксировал, как они реально разводят людей. Я это зафиксировал и показал. Не в том смысле, я вам сейчас сказал. А в каком? Ну, в том смысле, перед заступлением на службу, естественно. А потом они снимают шевроны и значки? Ну, сложный вопрос. Я сейчас вот вам не могу сказать. Хорошо. Как они, почему они? Скажите, я могу? В такой форменной одежде на службу. Что нам дальше думать? Вы, как руководитель, какие-то адекватные меры приняли к тому, чтобы этот беспредел прекратить? Или нет? Или вы не принимаете меры? И надо принимать меры к вам? Вы знаете, после того, как этот сюжет ваш вышел и был опубликован в Ютубе, естественно, со всеми сотрудниками, в том числе не только сотрудниками, которые находятся на постах, а со всеми сотрудниками, которые выходят, были проведены соответствующие инструктажи, еще раз доведены требования и Уголовного кодекса, и Административного кодекса, и закона Украинской инспозиции. То, что нами были сейчас, в настоящее время, сделаны. То есть вы им напомнили, по сути, то, что они должны защищать и знать, ради чего они пришли? И, естественно. Алло. Сергей Егерьевич, здравствуйте. Добрый. Александр вас беспокоит, мы с вами вчера общались по поводу... Да, да, да. Добрый день, Александр. Добрый день. Добрый. Что я вам могу сказать? Значит, до настоящего времени мы сегодня подготовили приказ о проведении служебного расследования. Вот сегодня начальник главного управления его подпишет и начнем проводить служебное расследование. Ну, в том числе опросим этих сотрудников, неративных. Вот. И, скорее всего, мы материал тоже направим в прокуратуру. От себя еще дополнительный, да? Ну, конечно. Скажите, а все же хотелось бы уточнить по их сейчас местонахождению. Где они, что они? Они возвращены в те подразделения, откуда они были откомандированы. И все же они сейчас работают и выходят на линию, и их не отстранили? Нет, это, ну, они просто были откомандированы с отделов полиции, которые находятся, ну, с областных отделов полиции. Вот, и они возвращены в отделы полиции. То есть они сейчас... Да, пока выполняют свои служебные обязанности там. То есть в районных отделениях полиции? Да. Но не выходят они на линию и не стоят на постах? Нет, нет. Ну, хорошо, спасибо большое. Я буду тогда вам звонить периодически, там, если возможно. Спасибо большое, всего доброго. Да, спасибо вам. Да, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова